Джерри, улыбнись. Молодец. Скажи-ка, насколько ты понимаешь собак? Знаешь ли ты, почему собака на тебя лает, скулит, рычит, воет или стонет? Пошли домой. Сегодня я хотел бы вас приблизить к более полному пониманию собак, чтобы при виде этих четвероногих комочков у вас возникали исключительно теплые чувства. Какая сяблка у тебя хорошая. Я расскажу, какой язык тела используют собаки, какие вещи для них приемлемы, а какие нет, и чем собаки отличаются от волков. Вначале я буду объяснять простые вещи, а затем потихоньку будем копать глубже. Видео получилось объемным и очень интересным. Самое простое, наверное, что приходит в голову, это, конечно же, лай. Собаки могут лаять тогда, когда их потребность не удовлетворена, например, в пище или воде. Таким образом, они используют свою способность лаять, чтобы привлечь ваше внимание, и только. Друг, помоги мне! Собаки так же лают, чтобы показать свое эмоциональное состояние. Возбужденная собака может лаять, чтобы показать вам свой уровень возбуждения. Так же, как и встревоженная собака может лаять, чтобы сообщить о своем дискомфорте. Кроме того, лай может быть вызван сигналами окружающей среды, например, лаем другой собаки или автомобильным гудком. В общем, лай – это такое состояние собаки, когда ее что-то тревожит. Запомнить довольно легко. Лает – значит тревожится. Или из-за хорошего, но чаще из-за плохого. А вот скуление – немножко другая вещь. Чаще всего оно указывает на конкретное желание. Ваша собака вышагивает и скулит возле своей миски с едой? Понятно, хочет есть. Она скулит у входной двери? Понятно, хочет гулять. Если ваша собака постоянно скулит только тогда, когда вы выходите из дома, возможно, она пытается сказать вам, что боится остаться одна. Здесь имеет место быть привязанность или любовь. Если собака перестала есть корм и скулит во время обеда, у нее могут быть внутренние проблемы со здоровьем. Скуление также может быть покорным поведением. Это способ сказать «ты мой хозяин». Когда вы ругаете свою собаку за то, что она погрызла вашу обувь или опрокинула мусорное ведро, она может скулить в качестве извинения. Это поведение пришло от предков собак – волков. И в этом видео мы тоже поговорим о них. Волки могут быть изгнаны из стая, если они нарушают правила стаи. Например, слишком сильно кусаются во время игры. Чтобы быть принятым обратно, волк склоняет голову и кладет хвост между ног. Такую же позу принимают ваши собаки, когда выглядят виноватыми. В общем, скуление – это именно то событие, где вы можете принять непосредственное участие и помочь маленькому товарищу. Помимо скуления, собаки могут издавать множество других звуков, заманчиво сравнивать человеческие и собачьи звуки, что может сбить с толку. Например, собаки обычно зевают, когда нервничают, а вот человек зевает, когда он устал или хочет спать. Я еще не видел человека, который зевает, когда нервничает. Напиши мне, если ты такого видел. Хорошо, рычание. На первый взгляд, рычание кажется простым. Оно может означать «не подходи», «не трогай меня» или «я укушу тебя, если ты подойдешь ближе». Конечно, в игре рычание может также означать «Смотри, как я сильно загрыз эту веревочную игрушку, тяни ее сильнее». «Ты что, слабак?» Важно помнить, что рычание – это предупреждение, и собаки, которых слишком часто наказывают за рычание, могут решить просто перейти к следующему уровню предупреждения – укусу. Если вы не обращаете внимания на ее скулеж или на дисбаланс в уме, собака может тоже сделать пару шагов назад и начать рычать, а потом кусаться. Вывод прост – не допускайте долгого лая или скуления, и тогда ваша собака не будет рычать. На самом деле, я люблю говорить про волков. Они вот воют для общения со своими стаями и, возможно, для выражения более широкого спектра эмоций, чем мы сейчас понимаем. Собаки воют по схожим причинам. Например, когда их хозяева оставляют их, так они могут пытаться с ними общаться, а вой среди самих собак, похоже, заразен, как и у волков. Породы, которые воют, обычно пытаются общаться с другими породами. Иногда это делается для того, чтобы привлечь внимание, но часто это просто крик души, знаете, как будто бы собачья душа рвется наружу. А как ты думаешь, что делают собаки, когда они разочарованы? Они вздыхают и стонут, когда все их попытки что-то сделать не увенчались успехом. Щенки вот стонут и ахают, когда укладываются спать, а взрослые собаки могут также вздыхать, именно расслабившись у вас на коленях или на своей лежанке. Если ваша собака уговаривает вас поиграть или пойти на прогулку, а потом ложиться на землю и издает протяжный вздох или стон, ну понятно же, что в этом случае она немножечко не получила любви. Честно говоря, этот звук очень прост. Его часто можно услышать, когда собака плюхается на свою кровать сразу же после того, как вы сказали ей лечь. Она немного раздражена, но тем не менее устраивается, потому что вы главный. Простите, или главное. А вот этот долгий, глубокий и горловой лающий звук называется бейинг и используется собаками, когда они преследуют добычу. Например, биглы или фоксхаунды и другие собаки, учуя запах дикого зверя, лают, чтобы дать знать своим спутникам, что они идут по горячему следу. Собаки также могут издавать горловой лай, когда чувствуют угрозу. Например, незнакомец вторгается на их территорию. Может это человек, или даже может быть какое-нибудь животное, например, гусь. Ты меня снимаешь? Кстати, собака тоже может гудеть, как гусь. И это не смешно, так как это может быть серьезной проблемой, называемой коллапсом трахеи. Так происходит, когда хрящевые кольца в трахеи или дыхательном горле сжимаются и затрудняют дыхание. Если ваша собака гудит, вам 100% следует обратиться к ветеринару. Если говорить про чихание собак, то есть такое понятие, как обратное чихание, что на самом деле вовсе не является чиханием. Этот звук, похожий на долгое затяжное фырканье, вызван спазмом мягких тканей. Во время этого спазма дыхательные пути сужаются, что затрудняет дыхание собаки. Этот звук чаще всего встречается у собак с короткой мордой, таких как шицу, чихуахуа, бульдоги и бостон-терьеры. А вот обычное чихание домашних животных это то же самое, что и чихание у людей. Непроизвольный выброс воздуха через нос и рот. Если ваш питомец время от времени чихает, просто скажите ему «Будь здоров!» и продолжайте свой день дальше. Если чихание чрезмерное или есть другие симптомы, например, насморк или глаза слезятся, обратитесь к ветеринару. Хорошо, мы изучили некоторые обычные и странные собачьи звуки. Но что насчет языка тела? Расшифровка языка тела собаки является важной частью общения с вашим питомцем. Ведь все может быть не очевидно, как, например, с зеванием. Смотрите, виляние хвостом кажется очевидным сигналом языка тела. Если собака виляет хвостом, значит она счастлива. Верно? Нет, неверно. Люди постоянно неправильно интерпретируют этот сигнал. Виляющий хвост означает лишь то, что собака эмоционально возбуждена. Это может быть возбуждение, но может быть и разочарование или еще хуже. Чтобы интерпретировать эмоции и намерения собаки, обратите внимание на скорость и направление виляния, а также на положение хвоста. В принципе, чем быстрее виляет хвост, тем более возбуждена собака. Вспомните о длинных, медленных взмахах хвостом из стороны в сторону, которые делает ваша собака, приветствуя вас. Такие взмахи обычно виляют всем телом. Это расслабленная собака. Более быстрое виляние, похоже на поддергивание, указывает на более высокий уровень возбуждения. Возможно, в негативном смысле. Вспомните сторожевую собаку в состоянии боевой готовности. Направление виляния хвоста также может иметь значение. Недавнее исследование виляния хвостом показало, что собаки больше виляют вправо, когда испытывают положительные эмоции. Например, при общении с хозяином. Когда собаки сталкиваются с чем-то негативным, хвосты виляли больше влево. Кроме того, есть еще виляние хвоста вертолетом, когда хвост собаки вращается по кругу. И без сомнения, вот это счастливое виляние. Обычно его можно увидеть, когда собака приветствует любимого человека. И, наконец, положение хвоста собаки относительно земли содержит важные подсказки об эмоциональном состоянии животного. По сути, чем выше хвост, тем более напористой является собака. Собаки, у которых хвост направлен вниз к земле или даже зажат между лапами, испытывают в данный момент страх или стресс. Собаки с поднятым, как флаг, хвостом чувствуют себя уверенно, возможно, даже агрессивно. Расслабленные собаки держат хвост в нейтральном положении, но нейтральное положение зависит от породы. Смотрите, у некоторых пород, таких как Чао-Чао, хвосты, естественно, сгибаются на спину, в то время как у таких пород, как итальянская борзая, нейтральное положение хвоста очень низкое. Если вы узнаете нейтральное положение хвоста именно вашей собаки, вы сможете быстрее распознать, когда ее эмоции сменились. А вот когда у собаки подняты загривки, это означает, что шерсть на спине встала дыбом. Технически это называется пилоэрекцией. Шерсть может пушиться по плечам или вниз по спине и до самого хвоста. Это определенный признак того, что собака возбуждена, но не обязательно в негативном смысле. Собака может быть расстроена или напряжена, но также может быть возбуждена или чем-то сильно заинтересована. Часто это непроизвольная реакция, очень похожая на наши мурашки на коже. Хорошо, а что насчет выражения, извините, лица? У собак такие же черты лица, как и у людей, но они используют их по-разному. Рассмотрим зевоту. Люди зевают, когда устали или им скучно, а собаки зевают, когда испытывают стресс. Собаки используют зевоту, чтобы успокоиться в напряженных ситуациях и успокоить других, включая своего хозяина. Знающие люди советуют зевать прямо на своих собак, чтобы успокоить ее в стрессовые моменты, например, во время посещения ветеринара. Но не удивляйтесь, если ваша собака зевнет в ответ, потому что зевота, она заразительна. Облизывание губ – это еще один вид собачьего языка тела, который люди часто неправильно интерпретируют. Как и люди, собаки облизывают губы после вкусной еды. Но они также делают это, когда чувствуют беспокойство. Иногда движение языком происходит так быстро, что его трудно заметить. Ваша собака сигнализирует не о желании лизнуть вас в лицо, а о дискомфорте в данной ситуации. Самое непонятное выражение лица – это улыбка. Да, некоторые собаки улыбаются, и если вы не знакомы с этим выражением, то оно может выглядеть устрашающе. Обычно, когда собаки обнажают зубы, это служит предупреждением, как будто бы они говорят, «Смотри, это мое оружие!» Трудно ошибиться в агрессивности намерений Аскала, особенно когда он сочетается с угрожающим рычанием. Улыбающиеся собаки тоже демонстрируют передние зубы, но смысл их улыбки полностью противоположен. Это выражение, известное также как «покорная ухмылка», часто встречается у счастливых собак со свободной и размашистой позой. Вот это важно. Общее отношение собаки говорит, «Здравствуйте, я пришел с миром!» А еще вы можете многое узнать о внутреннем состоянии собаки, просто взглянув на ее глаза. Во-первых, глаза собаки могут быть мягкими или твердыми. Мягкие глаза имеют расслабленные веки и иногда выглядят так, будто собака щурится. Они указывают на то, что собака спокойна или счастлива. Противоположность им – жесткие глаза, когда взгляд кажется холодным. Они указывают на негативное состояние психики, и вы поймете это, когда увидите. Жесткий взгляд, когда собака пристально смотрит на что-то, особенно в течение длительного времени, обычно сигнализирует об угрозе. Пожалуйста, запомните еще один момент. Зрительный контакт – это важный сигнал для собак. Так же, как пристальный взгляд может быть предвестником агрессии, взгляд в сторону призван успокоить ситуацию. Когда собаки испытывают стресс, они отводят взгляд в сторону и избегают зрительного контакта. Люди часто интерпретируют это как то, что собака игнорирует их или упрямится, но на самом деле собака выражает дискомфорт. Белки глаз – еще один ключевой показатель, известный как китовый глаз. Когда собака показывает белки глаз, это сигнал того, что она испытывает беспокойство или стресс в какой-то ситуации. Вы можете увидеть их, когда заставляете собаку чувствовать себя неловко, например, когда гладите ее по голове или когда она боится, что кто-то украдет кость или игрушку. Ни один из этих сигналов языка тела собаки не действует сам по себе. Все они являются частью единого комплекса. Поэтому, когда вы читаете общение собаки, обратите внимание на все сигналы, которые она использует, начиная от высоты хвоста и заканчивая разрезом глаз. Ваша собака постоянно разговаривает с вами. Если вы научитесь понимать, что говорит ваша собака, вы установите более глубокую связь доверия и уважения. Кроме того, обретенное понимание эмоционального состояния собаки поможет вам прогнозировать ее поведение и предотвращать проблемы до их возникновения. Если вы видели, как собаки вскакивают, чтобы поприветствовать хозяев, лают на незнакомцев или переворачиваются при приближении другой собаки, тогда вы уже знаете кое-что о том, как общаются волки. Собаки унаследовали большую часть своего языка от своих предков – волков. Как они разговаривают? Несмотря на то, что они не умеют говорить или писать, волки эффективно общаются несколькими способами. Лают ли волки? Почему они воют? Кажется, что это все очень простые вопросы, но на самом деле они сложнее, чем мы думаем. Технически волки могут лаять, однако это не похоже на лай, который мы слышим от наших более одомашненных собак. В общем, теперь я хочу пригласить вас погрузиться в волчий мир. Смотрите, волки используют широкий спектр вокализации для общения со своими компаньонами. Сюда входят такие действия, как рычание, вой, тявкание, скулеж и лай. Голосовой аппарат волка биологически не сильно отличается от собачьего. Они, как и наши пушистые друзья, могут лаять. Однако это не означает, что они лают часто, просто они физически на это способны. Однако услышать лай волка можно довольно редко. Лай просто не отвечает тем же самым коммуникативным потребностям волков, что и у собак. А вот чтобы понять почему, давайте рассмотрим некоторые формы общения волков. Итак, почему волки лают? И почему они делают это не так часто, как наши одомашненные собаки? В основе своей волчий лай используется для выражения тревоги. Если волк внезапно пугается или удивляется, он может разлаяться. Точно так же, как мы прыгаем во время страшного фильма, волк может лаять, когда из-за дерева внезапно выбегает животное. Мать-волчица также обычно использует свой лай для общения с щенками. Если щенок делает что-то, чего не должен делать, или ему угрожает опасность, мать-волчица может лаять, чтобы отучить его от такого поведения или предупредить об опасности. Кроме того, лай обычно сочетается с другими звуками. Например, лай-гавканье может использоваться для защиты территории стаи. Такое предупреждение будет услышано на большом расстоянии. Волк также может сочетать скулеж с лайем, чтобы показать удивление или подчинение. Сочетая такие звуки, они могут придать еще большую глубину своему общению. А вот звук, который приходит на ум многим людям, когда они думают о волках, это вой. Вой – это очень важный звук в общении волков. Он используется для того, чтобы собрать волков одной стаи вместе, оплакивать потерявшихся членов стаи или претендовать на территорию. Иногда вой может раздаваться среди одиноких особей. Однако они быстро перерастают вой всей стаи поблизости. Вой также позволяет волкам общаться на больших расстояниях. И что меня больше всего восхитило, так это то, что их можно услышать на расстоянии многих километров. И это помогает собрать потерявшихся членов стаи и предупредить волков из других стаи, чтобы они держались подальше. Часто, когда вой заканчивается, видно, что волки делают паузу и внимательно слушают ответную реакцию. Кстати, когда вы слышите волчий вой ночью, это не вой на луну, это общение. Они воют в любое время суток, но легче всего их услышать вечером, когда стихает ветер и волки наиболее активны. А вот вопрос, почему собаки лают больше, чем волки? Когда собаки стали одомашненными и начали жить рядом с человеком, их социальная группа существенно изменилась. Люди стали их партнерами и в связи с этим изменились их потребности в общении. Таким образом, собаки быстро начали понимать, что люди лучше всего понимают лай. Он громче, чем скулеж, и быстрее, чем вой. Собаки, перенявшие новую модель общения, выживали как могли и размножались. Они также научили общаться своих щенков, и новая модель общения стала широко распространенной. Поэтому собаки используют лай значительно чаще, чем их предки волки. А вот насчет тела, можно сказать то, что волки тоже многое передают своим телом. Если они сердиты, то могут прижать уши и обнажить зубы. Подозрительный волк отводит уши назад и прищуривается. Поза волка при общении с другими членами стаи много говорит о его статусе в стае. Починенные приседают, стараясь казаться как можно меньше, и часто облизывают морду доминирующего волка, как щенок. В то время как альфы легко узнаваемы, поскольку они излучают уверенность своей высокой осанкой, походкой на жестких ногах и торчащими слегка поднятыми хвостами. Волки часто используют для общения расположение ушей и хвоста, а также выражение лица. Например, уши, прижатые назад близко к голове, с хвостом заправленным между лап, сопровождаемые вялой сутулой позой тела, говорят о покорности. А вот уши, поставленные вверх или вперед, с прямым хвостом и слегка приподнятым, указывают на доминирование. Уши, торчащие прямо вверх или низко в стороны, оскаленные зубы и сморщенная морда явно передают очень серьезный и угрожающий сигнал. Иногда губы слегка изгибаются, обнажая несколько зубов в качестве первоначального предупреждения, что часто является всем необходимым для передачи четкого сигнала. Стремясь поиграть с товарищем по стае, волк часто вытягивает передние лапы и поднимает задний воздух, что называется игривым поклоном. Игра может включать в себя, например, какое-нибудь преследование, или же челюстной спарринг. Это когда два волка поднимаются на задние лапы и вступают в бой передними лапами. Обычно челюстные поединки сопровождаются различными звуками, скулениями, стоном и рычанием. Все это укрепляет связи, статус и оттачивает физические навыки. Конечно же, чаще всего волки именно расслаблены. Их уши также могут быть отведены в сторону, но расслабленное тело и нейтральный или виляющий хвост свидетельствуют о спокойном настрое. Неудивительно, что многие из этих сложных коммуникативных навыков можно наблюдать и у вашего семейного компаньона собаки. Кстати, у волков очень хорошее обоняние, примерно в 100 раз сильнее, чем у людей. Они используют это чувство для общения различными способами. Волки метят свои территории мочой и экскрементами. Это поведение называется маркировка запахом. Когда волки, не входящие в стаю, чувствуют эти запахи, они знают, что территория уже занята. Вполне вероятно, что члены стаи могут распознать товарища по моче, что полезно при входе на новую территорию или при разлуке членов стаи. Доминантные животные могут ставить метки с помощью мочеиспускания каждые 2 минуты, при этом они поднимают ногу. Эта доминантная поза использует несколько форм коммуникаций и называется мочеиспускание с поднятой ногой. Друзья, хорошо, теперь мы знаем, как собаки и волки могут общаться внутри своего вида и почему они это делают, но как насчет их общения друг с другом? Могут ли волки и собаки понимать друг друга? Довольно интересные вопросы, не правда ли? Собаки и волки – близкие предки, поэтому логично задаться вопросом, могут ли они понимать и общаться друг с другом, если им дать такую возможность. Мы часто видим, как собаки демонстрируют поведение, похоже на волчи, а волки – на поведение домашних собак. Даже если существуют небольшие вариации этого поведения. Возможно, ваша собака любит выть, когда вы пытаетесь заговорить с ней, или когда она хочет получить от вас лакомство. Было установлено, что волки и собаки действительно могут хорошо понимать друг друга, по крайней мере, в основном. Поскольку они находятся так далеко друг от друга, по понятным причинам существуют различия в языке и стиле общения. У собак и волков вообще море общего. Ваша собака любит лизать вам лицо при приветствии, особенно если она давно вас не видела. Установлено, что волки в дикой природе также любят приветствовать свою стаю, облизывая лицо другого. Кроме того, ваша собака обычно удерживает взгляд и следит за движением ваших глаз, когда вы смотрите на нее. И волки тоже так делают, если находятся рядом с человеком. Они даже будут следить за взглядом других волков в своей стае. Волки также понимают указательный палец, как и ваш питомец, когда вы указываете ему на игрушку или место, где он должен сидеть. Если у вас есть собака, которая воет, это очень похожая черта, которую они разделяют с волками. Волки воют в дикой природе по множеству различных причин и делают это постоянно. Волки и собаки также общаются на языке тела. Оба вида гоняются друг за другом и за своими хвостами, когда хотят просто повеселиться. У собак и волков также одинаковый язык тела, когда они демонстрируют свое превосходство, подчинение или агрессию. Это может быть что угодно. Рычание, демонстрация зубов, охрана или вышагивание. Все эти сходства показывают, что волки и собаки могут понимать друг друга и эффективно общаться между собой. Важно понимать, что собаки и волки два совершенно разных вида и вероятность недопонимания через язык тела все равно может быть неверно истолкована. Волков и собак разделяют около 15 тысяч лет эволюции. В процессе эволюции собаки и волки совершали два совершенно разных превращения в разные виды. Из-за взаимодействия волков и людей, живущих в непосредственной близости и активно живущих вместе большую часть времени, волк начал превращаться в одомашненную собаку, которую мы знаем сегодня. Их головы уменьшились, зубы стали тоже меньше и они стали послушными, любящими и ласковыми. Нам еще многое предстоит узнать об истории эволюции волков и собак, а также о том, сколько времени потребовалось для того, чтобы жить рядом и любить собак, которых мы так хорошо знаем сегодня. И кстати, еще одно замечание. Гены собак и волков на 98,9% идентичны. Поскольку у собак и волков такой высокий процент сходства, многие физические черты, стили общения, социальное взаимодействие, территориальные инстинкты и поведение остаются одинаковыми. К сожалению, в настоящее время не существует способа обучить собак и волков общаться и понимать друг друга полностью на 100%. И на самом деле этого не рекомендуется делать. Хотя у них и много общих черт там, стиль общения, гены, это все равно два изначально разных вида. А волки, особенно дикие, могут быть чрезвычайно опасны. Да, и волки, и собаки используют многие одинаковые сигналы, и они часто означают одно и то же. Собаки прошли через процесс одомашнивания, поэтому их язык и поведение уже не могут быть точно такими же, как и у волчьих предков. Для волков это образно звучит так, словно собаки говорят на детском диалекте волчьего языка. Однако основные простые понятия, такие как «не ешь меня», «привет, друг», «давай поиграем» или «уходи» в целом очень похожи, и их можно разобрать у обоих видов. Имейте в виду, что волки, как правило, крупнее, быстрее, сильнее и более дикие, чем домашние собаки. Поэтому не каждая собака имеет набор навыков, необходимых для жизни с волком. Знакомство Чихуахуа с волком вряд ли будет успешным, независимо от того, могут ли они теоретически понимать язык тела друг друга или нет. А вот знакомство Хаски или Маламута с волком имеет гораздо больше шансов, хотя и не гарантировано на успех. Продолжительность жизни собак примерно такая же, как и у волка. Волки и собаки демонстрируют похожий язык тела и обладают безупречным обонянием. Оба вида также живут в стае и проявляют стремление к добыче. Однако, когда вы начинаете копать по-настоящему, не остается никаких сомнений. Собаки и волки могут быть скорее разными, чем одинаковыми. Но есть и большие различия. Несмотря на то, что на первый взгляд собаки и волки могут показаться похожими, между этими двумя видами существует множество серьезных различий. Несмотря на общее происхождение собаки, в отличие от своих волчьих собратьев, сотни лет эволюционировали вместе с человеком. У собак на протяжении всей жизни сохраняются многие щенячьи черты, которые люди отбирали непреднамеренно и намеренно. Например, висячие уши, короткие носы и дурашливый нрав. Собаки менее пугливы и более игривы, чем их сородичи волки. У волков глаза желтые, тогда как у собак чаще всего карие или голубые. Волки созданы для бега, с узкой грудью, с длинными ногами, в то время как домашняя собака, как правило, шире и коренастее. Волки, как правило, застенчивы, в отличие от своих буйных собратьев. Собаки наблюдают и реагируют на выражение лица и язык тела человека. Волки образуют более крепкие семейные узы внутри своей стаи, в то время как собаки склонны устанавливать более тесные отношения с нами, с людьми. Собаки достигают зрелости в возрасте от 6 до 8 месяцев, в то время как волки становятся зрелыми, по-настоящему зрелыми только в возрасте от 2 до 3 лет. Собаки обладают большей способностью переваривать разнообразную пищу, включая зерно, и этим волки похвастаться не могут. Друзья, чем больше мы изучаем различия между этими двумя видами, тем больше становится очевидным, что на самом деле это совсем не одно и то же. Мы вывели наших домашних собак, чтобы они соответствовали нашим потребностям и образу жизни. И важно помнить, что они также нуждаются в нас. Волки могут не нуждаться в уходе за зубами, профилактике паразитов или вакцинах, но наша собака не волк. Мы не можем представить себе жизнь без этих пушистых друзей. В следующий раз, когда вы увидите собаку, улыбнитесь ей, ведь с этого момента вы стали понимать их чуточку больше. А с вами был Бабл, до скорого!